ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На поиски реликтового гоминоида заседание круглого стола Клуба любознательных в редакции газеты «Комсомольская правда» 9 июля 1987 год, на котором была сделана попытка включить в поиск реликтовых гоминоидов самые широкие круги читателей. Снежный человек – одна из жгучих тайн века, предмет многолетнего спора оптимистов и скептиков, мишень десятков карикатур и в то же время серьезная смелая научная гипотеза, разработанная в 60-х годах известным советским ученым профессором Б.Ф. Поршневым. В знакомстве с сотнями сообщений очевидцев, видевших это удивительное существо, Поршнев подумал, кому из этих людей я должен верить, и он решил не верить никому. Но когда он систематизировал все эти многочисленные сообщения, то понял, что каждая отдельная из них можно посчитать плодом фантазии, но все вместе они фантазией быть не могут. Не могут люди никак между собой не связанные, люди разного образовательного и культурного уровня, говорящие на разных языках, занимающиеся разным трудом, никогда друг друга даже не видавшие, описывать независимо друг от друга, по сути одно и то же существо. И из этих описаний перед ученым вырисовался вполне реалистический облик снежного человека. Впрочем, Поршнев тут же отбросил это пришедшее с гималайских вершин название. Нет, он не снежный, потому что живя только в снегах, он не способен пропитаться. И не человек, так как не отвечает основным определениям гомо-сапиенса, человека разумного. Очевидно, речь идет о некой тупиковой ветви нашего антропологического древа, о реликтовом гоминоиде. Когда-то у него и у нас были, возможно, общие предки, но эволюция человека не была линейной от некоего маленького, только что спустившегося с дерева волосатого существа к человеку разумному. Ведь подобный прямолинейный путь не свойственен эволюции живого, и мы получаем массу доказательств тому, изучая мир животных. Почему же человек должен быть здесь исключением? Нелогичнее ли допустить, что рядом с главным мощным стволом эволюции, оканчивающимся могучей кроной человеческих рас, существовали и тупиковые, засохшие ветки? Засохшие или засыхающие? А может быть еще сохранились в труднодоступных уголках планеты живые побеги этих веток? Может быть реликтовый гоминоид жив? Сотни сообщений, собранные энтузиастами в Дарвиновском музее в Москве о встречах с реликтовым гоминоидом. Минутный фильм, снятый американцами в Калифорнии. Доказано, что это не подделка. Десятки слепков следов, которые, по мнению специалистов, не могут принадлежать ни одному из известных животных. Все это и многое другое, начиная с древних эпосов и кончая признаниями современников, не только видевших, но буквально трогавших неандертальца XX века, заставляют думать, что мы вправе задавать подобные вопросы. Комсомольская правда намерена организовать ряд самодеятельных экспедиций для поисков так называемого снежного человека, существа, в реальность которого верят далеко не все. Комсомолка была одной из первых газет, которая серьезно начала рассматривать проблему реликтового гоминоида, напечатала в разные годы ряд материалов на эту тему. В последнее время были организованы самодеятельные экспедиции, за работой которых газета тоже следила и помогала им как могла. Новые исследования, как водится, дали новый материал для размышления. Однако эти экспедиции могли бы быть более продуктивными, если бы они были хорошо подготовлены, если бы они были оснащены технически и укомплектованы людьми, хорошо представляющими себе суть проблемы, и, наконец, если бы действия этих экспедиций были скоординированы между собой. К сожалению, эти условия выполнялись не всегда. Учитывая, что за последние годы накоплен немалый материал в исследовании вопроса о существовании реликтового гоминоида, газета приняла решение вернуться к этой теме в нашем клубе любознательных. Этой теме и посвящен сегодняшний круглый стол. У людей, сидящих за круглым столом, разные точки зрения на данную проблему. И это очень хорошо. В спорах рождается истина. Итак, главный вопрос. Можем ли мы сегодня говорить, что сам факт существования реликтового гоминоида является доказанным? С. К. Клумов, старший научный сотрудник Института эволюционной мифологии и экологии животных, Академии наук СССР, кандидат биологических наук. Для меня, товарищи, нет никаких сомнений, что речь идет о реальном существе. Так называемый снежный человек существует, и это доказывается огромным количеством материалов, которые накоплены к настоящему времени. Скептики говорят, так где же он? Почему его ни разу не поймали, не показали ученым? Но ведь в том-то и дело, что множество раз ловили, убивали, и эти случаи описаны. До революции в Сибири один урядник даже сделал все замеры этого существа, убитого охотниками. М. С. Трахтенгерц. Физик, кандидат технических наук, руководитель самодеятельных экспедиций. Сергей Константинович прав. Из 700 известных мне случаев встречи людей с реликтовым гоминоидом, можно насчитать около 50 случаев убийства этого существа на территории Советского Союза. И примерно 25 поимки. Например, во время облав на басмачей в 20-е годы было поймано 9 таких существ, которых посчитали одичавшими басмачами, и посадили их в тюрьму. Известен рассказ надзирателя этой тюрьмы. Он наблюдал за двумя существами. Один был молодой, здоровый, сильный, никак не мог смириться, все время бушевал. Другой старый сидел спокойно. Они ничего не ели, кроме сырого мяса. Но когда кто-то из командиров увидел, что надзиратель кормит этих лохматых заключенных сырым мясом, он его постыдил. Нельзя же так, все-таки люди. По сведениям людей, участвовавших в борьбе с басмачами, там еще оставалось около 50 подобных субъектов, которые вследствие своего одичания никакой военной и социальной опасности для населения Средней Азии не составляли. А вылавливать их было очень трудно. Это только один, быть может не самый удачный пример. Доказательства существования реликтового гоминоида появляются, разумеется, не ежечасно, но достаточно часто для того, чтобы его отловить и представить ученым. Но пока случалось так, что эти существа попадали в руки таким людям, которые не понимали, что это такое. И вовсе не по своей темноте или невежеству. Мы знаем случай с врачом В.С. Карапетяна, который осмотрел, что это существо гоминоида. Газета могла бы помочь в этом деле, если бы она оперативно передавала нам сообщения о встречах с этим существом. Если в течение некоторого времени объект наблюдается в одном месте, это достаточно веское основание для того, чтобы туда отправиться. Надо быть мобильным и подготовленным. Кстати, так был снят известный фильм американца Паттерсона. Ему сообщили о следах. Он погрузил лошадей в трейлер и поехал. Выгрузил этих лошадей в удобном месте, сели с приятелем верхом, поехали. И тут же наткнулись на это существо. В течение минуты его снимали кинокамерой. Этот маленький фильм широко известен, его и по телевидению показывали. Такие набеговые экспедиции полезны. Мы справедливо говорим о многолетнем споре оптимистов и скептиков, верующих и неверующих. Какие доказательства нужно получать, чтобы закрыть вопрос? Ну, конечно, нужно пытаться достать труп. Убивать ни в коем случае нельзя. Очень желательно получить хорошую серию ясных четких снимков на природе. Мы считаем, что они даже более важны, чем труп. Биологи скажут, что один труп – это ничто. Может быть, это просто человеческий урод. Ваю Макаров, инженер, руководитель самодеятельных экспедиций. Я хотел бы проиллюстрировать предыдущее выступление. В 1983 году трое шоферов в Таджикистане видели утонувшего алмасты, как его там называют. В 1984 году товарищ, направленный туда, чтобы разобраться в этой истории, нашел одного из трех шоферов. Этот шофер – белорус. Рассказал, что он ехал на бензовозе, и с ним два таджика. Подъехали к протекавшей под дорогой в трубе речке, и в водовороте увидели, что-то черное плавает. Сначала решили, что это медведь. Потом разглядели тело человекоподобного существа. Пытались его зацепить, не удалось. Его затянуло в водоворот и утащило в селевой поток. Года через три, после обнаружения этого утопленника, другой шофер притормозил на подъеме и сказал своим попутчикам, «Вон, смотрите, ваш снежный человек». Все население Рафика с удивлением разглядывало две громадные фигуры, стоящие на отвесной скале. Их фотографировали без всяких, конечно, телеобъективов. Расстояние было больше двухсот метров, поэтому вразумительного изображения не получилось. Потом одна фигура ушла, другая постояла еще и тоже ушла. Сказать «померещилось» нельзя, видели несколько человек совершенно отчетливо. В верховьях речки, где нашли утопленника, находится золотодобывающий карьер. В прошлом году, 9 августа, в 3 часа дня, заместитель начальника участка прииска вышел проконтролировать выполнение работ. Работал экскаватор, к нему подъезжали белазы, грузили породу и увозили. Короче, оживленная деятельность. Карьер метров 70 ответственный. А наверху стоит наклонившись наш субъект и с интересом наблюдает за работой экскаватора. То ли он заметил человека, то ли ему надоело, но через несколько минут повернулся и ушел. Этот начальник участка, товарищ довольно пожилой, он не полез туда наверх, а молодые рабочие побежали и обнаружили следы. Палочкой померили длину, оказалось 39 сантиметров. Это значит, что рост явно больше двух метров. Вот случаи, происшедшие в одном месте, но с учетом всего своего десятилетнего опыта, я бы не взял соорганизовывать туда экспедицию. Никаких реальных шансов получить какую-то новую информацию, хотя там явно перспективный район нет. Проанализировав десятки и сотни сообщений, невольно обращаешь внимание на одну общую, очень важную деталь. Все встречи снежного человека с человеком происходят по его инициативе, тогда, когда он считает возможным не уклоняться от такой встречи. Он заставал своих наблюдателей врасплох сотни раз, его ни разу. Поэтому только постепенные, из года в год ведущиеся наблюдения, могут нас вывести на пути миграции этого существа, на какие-то его укрытия, где его можно будет осторожно выследить, или, может быть, подвести под объектив фотоаппарата, киноаппарата. Уже, конечно, с телеобъективами, со средствами для ночной съемки. Но в итоге может быть усыпляющий выстрел. В.И. Чернышов, ведущий научный сотрудник НИИ антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук. Вопрос поставлен точно. Доказан ли факт существования снежного человека? Я внимательно все слушал. И все-таки я считаю, что ясных, точных доказательств того, что это существо реальность, нет. Я зоолог, который, поверьте мне, заинтересован в существовании этого существа. Это существо помогло бы мне решить многие проблемы зоологии и антропологии, поскольку я занимаюсь изучением обезьян и в то же время вопросами антропологии. Я почти не выступал по этой проблеме в печати, хотя близко к ней стою больше 30 лет. Мне довелось исходить почти весь западный Памир, Дарваз, Каратагин, Гиссар, южные области района Таджикистана. Провел очень много месяцев в экспедициях, занимался изучением млекопитающих. Приходилось мне часто слышать рассказы местных жителей об этом существе, но потом оказывалось, что все это только досужие вымыслы. Товарищи, мы можем потонуть в многословии, но давайте смотреть правде в глаза. Ведь реальных доказательств, тех, которые требуются для науки, для антропологов, для зоологов, этих реальных научных доказательств нет. Ведь мы живем какими-то фантастическими идеями, мифами. Что такое реальное доказательство? Зоолог, научный работник, занимающийся животными, может сказать что-то о животном только тогда, когда он увидит его реально, или хотя бы части его тела. Как вы знаете, ископаемое существо можно восстановить по зубу, но мы этого не имеем. Я хочу выразить большую признательность людям разных специальностей, которых объединила эта проблема. Ваша увлеченность меня восхищает. Я вовсе не хочу высказываться против организации комсомольской правды самодеятельных экспедиций. Даже если они не найдут снежного человека, они могут оказаться полезными для изучения природной среды, фауны, экологии. Но я предполагаю, что главная цель доказательства существования реликтового гоминоида вряд ли будет достигнута. Редакция Итак, с точки зрения ученых-зоологов или антропологов, вопрос может быть решен только в том случае, если мы представим этим ученым реальное существо. И как далеко не продвинулась бы наша теоретическая наука в этом вопросе? Сколько бы замечательных материалов не публиковали бы наши и зарубежные издания? Более того, сколько бы гипсовых слепков следов не привозили мы из наших экспедиций, и ученых и читателей наших никогда не убедить в существовании реликтового гоминоида, до тех пор, пока действительно мы, образно говоря, не положим его на стол. Это, пожалуй, единственно правильная постановка вопроса. Иначе он решен не будет. Иначе опять продолжится бесконечный спор новых поклонников этой проблемы с ее новыми противниками. И вся эта говорильня будет продолжаться еще десятки лет. Каким же образом мы можем реально удовлетворить требования ученых? Стоит ли создавать наши экспедиции? Как они должны работать? Жанна Иосифовна Коффман, хирург, многолетний руководитель самодеятельных экспедиций, член комиссии по исследованию проблемы снежного человека Академии наук СССР 1958-1960 годы. Мы очень благодарны Комсомольской правде за возвращение ее к этому вопросу, хотя многие из нас не всегда были согласны с некоторыми публикациями газеты на эту тему. Хотелось бы только предостеречь людей, увлекающихся от излишнего оптимизма. Организовали экспедицию, поехали и закрыли вопрос. Надо внутренне быть готовым к тому, что вероятность успеха очень невелика, что впереди возможна работа не на год и не на два. Это долгое и очень трудоемкое дело. Кроме того, практика прошлой работы доказывает, что подобные экспедиции должны все-таки соответствовать современному научно-техническому уровню. Комсомолка должна поставить вопрос о приобретении или получении на некоторое время остро необходимой аппаратуры ночного видения и фотографирования, средств связи, ружей и пистолетов с обездвиживающими средствами и других средств мечения и обнаружения живых существ. О проведении таких экспедиций должны быть предупреждены корреспонденты на местах, с тем, чтобы при необходимости можно было с ними связаться и получить помощь, если она потребуется. Наконец, при необходимости комсомольская правда может снабдить нас документами, хотя бы для того, чтобы люди получили отпуск в одно и то же время для организации самодеятельных экспедиций. Газета могла бы так спланировать эти экспедиции, чтобы сменять друг друга на одном месте, они превратились бы в стационарную многомесячную экспедицию, что очень важно. Комсомолке придется решать роль руководящего органа в создании. Я думаю, что настало время для этого, некоего всесоюзного центра по исследованию этой проблемы. Да и у Баянов, руководитель семинара имени известного советского зоолога П.П. Смолина по проблеме реликтового гоминоида при Дарвиновском музее в Москве. Владимир Иванович Чернышев говорил о том, что доказательств существования реликтового гоминоида нет. Можно по-другому смотреть на эту проблему. Речь идет о необычном явлении, которое необходимо перевести в нормальное явление. Явление может быть редким, но не аномальным, скажем, затмение солнца. Раньше люди воспринимали это как что-то необъяснимое. Теперь это явление объяснимое, нормальное. Вот так же мы должны перевести снежного человека в явление нормальное. Были камни, о которых народ говорил, что они упали с неба. Наука это отвергала, поскольку камни с неба падать не могут. А метеориты-то были, но понимания этих камней не было. Так и с нашим объектом. Его видели сотни людей, но не понимали, что это такое. Потому что загадка снежного человека это на самом деле отгадка проблемы, которая возникла в антропологии и которую антропологи замалчивают. Это проблема исчезновения промежуточных звеньев. Почему существует много видов гиббонов, орангутангов, горилл и только один единственный вид гомо-сапиенс, человек разумный? Ведь существовали, не могли не существовать более молодые формы. Куда они исчезли? Снежный человек как раз и дает ответ на этот вопрос. Он – это промежуточное звено, только не ископаемое, а живое. Согласно логике эволюции человека он должен быть, его просто не может не быть. И он действительно есть. И свидетельства очевидцев это подтверждают. Но не только свидетельства очевидцев, мы имеем исторические данные. Два примера. Среднеазиатский ученый 12 века Низами Арузи в своей книге «Четыре беседы» писал, что низшее животное это терш-харатин, а высшее животное это нас-нас. Нас-нас, именно так реликтового гоминоида до сих пор называют в Афганистане. Почему нас-нас высшее животное? Потому что он сходен с человеком, прямоходящий, имеет ногти, а не когти и тому подобное. И еще пример. В середине 18 века знаменитый Карл Линлей в 10 издании своей системы природы ввел два вида человека. Человек разумный гомо сапиенс и человек троглодитовый. Почему-то принято считать, что под троглодитовым человеком великий систематик животного мира подразумевал антропоидных обезьян, в то время очень плохо знакомых европейцам. Однако, внимательное изучение оригинальных текстов Линнея и его учеников показывает, что современному человеку, он, опираясь на сведения древних авторов и наблюдения в самой Европе, противопоставил другого человека, бессловесного, пещерного человека. Обо всем этом и о многом другом можно прочесть в монографии Б.Ф. Поршнева «Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах», изданная в 1963 году. Можно прочесть, но очень трудно, поскольку книга издана тиражом 180 экземпляров. Работу эту следует переиздать, чтобы познакомить во всей полноте с этой проблемой молодого читателя. Повторю, то, о чем говорили другие товарищи, очень важно быстро получать информацию и оперативно на нее реагировать. В этом газета может помочь, как никто другой. Самодеятельные экспедиции могут принести пользу, если они не принесут вреда. Если газета будет руководить этими экспедициями, если ее участники будут иметь ясное представление об объекте своих поисков, если эти экспедиции не выродятся в шумные туристические толпы, от которых все живое бежит, и которые не способны увидеть белку, а не то, что реликтового гоминоида. Вдобавок, экспедиции зачастую сами служат источником информационного шума, отзвуки которого, как бумеранг, возвращаются к ним в виде ложных индуцированных сведений. Субтитры создавал DimaTorzok